Сейчас взгляд перевела и увидела. Сейчас я вам покажу. Сейчас, секундочку, идемте к столу. Вот возьму. Смотрите, на такое большое дерево, вот на вот эту абрикосу, мы даже не видели, что там упала одна абрикоска. Она зеленая, конечно, какая-то такая хреновенькая. Зеленая. На все дерево... Ой, не вкусно. А вот одна абрикоса. Косточка. Хотя вот эта абрикоса очень вкусная. Она называлась, когда мы ее покупали, ананасная. Она такая длинненькая, немножко как бы в веснушках, но такая сладкая. Она такая вкусная. Я вам даже передать не могу вкус этой абрикосы. А еще постоить, подаемся. Может, в следующем году что-то будет. Мы тоже обрежем ее немножко. Пусть будет 10 абрикос, но чтобы скушать. Мне консервировать не надо. Нам надо, чтобы мы кушали. А ну ответьте мне. Вчера приходила Лена и говорит, вот это, вот эти, как она, бегония, как называют, забываю ее, как она называется. Оно было белым цветом. Теперь оно стало зеленым. Что, оно другим цветом зацветет? Или она говорит, что оно может еще розовым зацветить? А ну, напишите мне, Оля, садивнычок, напиши мне, пожалуйста, кто понимает в этом. Ждать мне розового или дрового цвета. Или на этом уже все. Жаба цицкий даст. Вы почему-то сомневаетесь, что я поздно. Вот сегодня воскресенье, 18-е число. Цветут лилии. Посмотрите. А вот эти вот, вы спрашиваете, это нужно взять ножницы и вот так вот, потому что это, видите, оно, видите, не дается срезать вот эти все початки, чтобы не образовывались там семечки, потому что они тянут с луковички. А вот это все оставить до поздней осени, пока оно засохнет. Потом как тюльпаны, джинь-джинь-джинь, повырываем и все. Вот эту хоризонтемку, я не знаю, я ее так, конечно, подщупываю, что оно было круглое более-менее. Но что-то оно не сильно круглое вот это. Не такое, как то продавалось. Хотя может, ведь один куски сдох, а второй ничего, вырос. Так что я сейчас вот возьму ножницы заодно и посрезаю вот эти все лилии. И такие, и плохие, и хорошие. Вот у них нету, просто есть трубчатые, есть такие, обязательно. Показать вам, не знаю, я очень редко готовлю с лимонной кислотой, потому что у нас все с уксусом едят. Но я показала для тех, кто не может кушать уксус. Вот лимонная кислота, которую я отправляла наверх, с соли и сахара перемешивая. Смотрите, что получилось в сотейнике. И оно не отдирается. После первой партии точно такое было. Не знаю, с чего оно сделано. Может, это из-за этого сотейника, что металл такой, реакция какая-то. Ну, вы видели, что маринад был прозрачный. Это так, информация, вот как говорится, к размышлению. Смотрите, закрывала огурцы и использовала лимонную кислоту. Я не знаю, ну тут два раза, две партии было. И вот это вот вообще не отдирается со дна. Сейчас вам покажу. Вот у меня мочалочка. Сейчас я вот, я уже терла первую партию. Оно просто сбивается цвет. Ну, а вот это все остается. Видите, смотрите. Я сейчас вот попробую тот фабурлем, который я выписала, попробую вот это вот для такого металла, для таких вот сотейников должно подходить. Видите, все один к одному. Сейчас испытаем. Так, вот этот крем. Сейчас я немножечко вот так выдавлю его. Вот так. И попробую сделать. Почистить. Все честно. Просто у меня одна рука не брала штатив. Сейчас начну чистить. И вам покажу, очистит или нет. Так, я по-честному потерла, ребят, как обыкновенной губкой, как этой. Но зато это вымыло. Извините, у нас шумно Саша пилит, вы видели. Вымыло вот эту вот, как она называется, вытяжку вообще. Смотри, как палец легко ходит. Вот нигде ни граммулечки жира нету. Просто сказочно. Знаете, как тряпка легко ходит. Видите, смотри, нигде не цепляется. То есть вымыло все отлично. Просто отлично. Ну, а кастрюльку сейчас посмотрим. Не спрячется нигде от этого. Работает. Ну, и мне же надо работать. Поэтому у нас, смотри, вымыло, но чуть-чуть вроде бы есть. Но вымыло. Я одинаково терла, что с моющим, что с этим. Так что... Более-менее работает. Нормально все. По вытяжке. Я костюли не собираюсь омыть. У меня костюли все чистые. Я костюли не допускал до того, чтобы они были грязными. Ну, а вытяжка такое дело. Так что работает. Вот это средство. Я уже сейчас буду сбрасывать промкод. Это мне просто вот сказали, что заказывали там. А я ж вообще... Это ж промкод, по которому делается скидка. Я вам дам этот промкод, и вы будете тоже заказывать. Кушали, все убрала, и работа начинается. Залила печку и залила духовку. То есть тем средством, фаберлик, который пришел. Сейчас буду проверять, как оно моется. Вот этим вот. Все писали, что очень. Вообще духовка и плит. Вообще, говорят, шикарно. Посмотрим. Вот плитку. Я не заливала. Просто чуть-чуть, и мочалочка я так размазала. Мама, каждая, я ничего не готова. Вот так я уезжала. Она была испачкана.